Они борются между собой за клиентов, но на водителей, по сути, им наплевать. То есть, уйдет сегодня он, придет завтра он. Соответственно, не водителям платят, а платит им пассажир, поэтому они борются за пассажира, а не за водителя. Хотя, на самом деле, они забывают, что водитель – главный инструмент в их прибыли. А какая, по-вашему, приемлемая минимальная цена за поездку в Саратове именно? В Саратове, но я считаю, что она должна быть рассчитана по таксометру и рассчитана по экономической ситуации именно в нашем регионе. Цена на топливо, ну и, в принципе, от всего. Вот если вспомнить, то в 2000, я на скидку говорю, в 2014 году, когда цена на бензин была 14 рублей, а цена поездка минимальная была, где-то 150 рублей. С чем связано вот это резкое снижение? Ну, смотрите, у Ситимобила и у Яндекса есть такая система. Система, это называется, система гарантированного дохода. То есть, любой заказ, если машина обклеена брендом, брендированная, то у Яндекса за один заказ они платят 115 рублей, а в Ситимобиле – 125 рублей. То есть, но она рассчитана таким образом, чтобы обмануть водителя. То есть, можно сделать два заказа по 50 рублей, и вот эта гарантия будет начисляться. А третий заказ будет брошен системой на 200 рублей. И, соответственно, вот эта разница, она будет перекрывать те вот эти два заказа. То есть, вот эти два заказа водитель сделал не за 115, не за 120 рублей, а именно за ту сумму, за которую он его сделал. То есть, опять же, на мой взгляд, это, ну, мошенничество чистой воды, чтобы обмануть водителя. Сколько примерно в день зарабатывает таксист Яндекс в настоящее время? Смотря о каком времени мы говорим. Ну, вот 12 часов, допустим, у человека. Ну, смотрите, средняя смена, ну, средняя смена – это 12 часов. За 12 часов, ну, так скажем, среднестатистический водитель делает порядка 30 заказов. Ну, от 25 до 30 заказов. Ну, есть кто делает, конечно, 40, но это на удачу. Соответственно, его заработок составляет где-то примерно чистой прибыли, ну, 1200-1500. Остальное – это все амортизация, это какие-то текущие расходы. Ну, если он на аренде, так он и того лучше заработает. Ну, крайний вопрос такой. Я, как понимаю, вы же не просто будете сейчас здесь стоять, могут быть какие-то еще действия, я так понимаю, будут идти. Мы никаких действий принимать не будем, мы бойкотируем. То есть мы отказываемся от работы с этим оборудованием. Пока с нами не свяжутся и не пойдут с нами на диалог. Субтитры создавал DimaTorzok